Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Делегация Туркменистана приняла участие во встрече ЕС «Центральная Азия» в Астане. В Туркменабаде построят новый комплекс зданий для Пединститута. Дан старт уборки зерновых в Дайханском объединении Этрапа Акбукдай и другие новости. Делегация Туркменистана во главе с послом Батыром Реджеповым приняла участие во встрече высокого уровня Европейский союз «Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности, состоявшейся в Астане. В ходе встречи стороны высказали позиции своих стран по актуальным вопросам региональной и глобальной стабильности. В частности, состоялся обмен мнениями по общим вызовам безопасности, включая ситуацию в Афганистане, который требует обеспечения безопасности путем эффективного сочетания усилий государств на национальном, региональном и международном уровнях. В завершении встречи стороны также обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к министерской встрече Европейский союз «Центральная Азия», запланированный к проведению осенью текущего года. Новый комплекс зданий для Туркменского государственного пединститута имени Сейд Назара Сейди построят в Туркменабаде. Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердамухамедов. Документ разрешает Министерству образования заключить контракт на проектирование комплекса зданий на 5000 мест. В ходе второй олимпиады по ментальной арифметике, которая на днях состоялась в Туркменистане, уголморал Алтыева установила национальный рекорд в трех номинациях подряд и стала обладательницей трех золотых медалей. В категориях Speed Flash Anzan, Fastest Mental Edition и Flash Anzan. Президент Туркменистана Сердар Бердамухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердамухамедов направили искренние поздравления председателю Китайской Народной Республики Си Цзин Пиню по случаю отмечаемого сегодня его 70-летнего юбилея. В среду в рамках рабочей поездки в Ахалский Вилаят глава высшего представительного органа народной власти Туркменистана Гурбангулы Бердамухамедов посетил опытно-семеноводческое дайханское объединение в Этрапе Акбукдай, где дал старт уборке зерновых. Авиакомпания T-Way Air запустила первый регулярный рейс из Сеула в Бишкек. Новый пассажирский маршрут должен способствовать развитию отношений между Киргизстаном и Республикой Корея. Прямое авиасообщение между странами откроет двери для новых возможностей в экономике и обмене товаров и услуг. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю, вылеты из Сеула по воскресеньям, а из Бишкека по понедельникам. В планах расширить данное направление до трех рейсов в неделю. Несколько российских ресторанных сетей планируют открыть заведения в странах СНГ. Среди них шоколадница, мясо и рыба, екитория и другие. Первые рестораны появятся в столицах Узбекистана, Казахстана и Азербайджана в ближайшие два года. Сборная Туркменистана по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Кафа Нейшнс Кап 2023 в Ташкенте уступила со счетом 0-2 одного из главных фаворитов турнира сборной Узбекистана. Несмотря на поражение, подопечные Мергену Разова сохранили шансы на выход из группы со второго места, которая дает право на участие в матче за бронзовые медали турнира. Алтынасыр обыграл Мерв со счетом 1-0 в заключительном туре Кубка Федерации футбола Туркменистана. Благодаря этой победе подопечные Яскули Ходжа Гильдыева набрали 15 очков и завоевали золотые медали турнира. Второе и третье места заняли Мерв и Шагадам. С бронзовой медалью возвратилась в Ашхабад команда туркменских шахматистов с мирового первенства в Батуми. В течение шести дней около 500 его участников из 35 стран вели борьбу за медали в возрастных категориях от 8 до 18 лет в Рапиде и Блице. Туркменистан на мировом первенстве представляли 12 лучших шахматистов страны. 26 медалей завоевали туркменские самбисты на состоявшемся в Астане чемпионате Азии и Океании. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 22 стран. Туркменистанцы отличились как в боевой версии самбо, так и в спортивной среди юношей, мужчин и женщин, завоевав в общей сложности 3 золотые, 7 серебряных и 16 бронзовых медалей. Бронзовую медаль чемпионата Азии по вольной борьбе среди кадетов до 17 лет на проходящих в Бишкеке соревнованиях завоевал атлет из Туркменистана Алпарслан Бегенджев. В схватке за третье место весовой категории до 71 килограмма туркменский спортсмен одолел борца из Монголии со счетом 10-0. Вторую бронзовую медаль в копилку сборной Туркменистана принес Довлетгельды Мурадов. В борьбе за бронзовую награду весовой категории до 80 килограммов туркменский борец одолел соперника из Казахстана со счетом 5-0. Чемпионат Азии по борьбе среди молодежи и кадетов завершится 18 июня. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин